Как бы вот в защищенном режиме, но вообще в процессорах Intel, я попытаюсь, не заходя в сильные дебри, рассказать вам, как это сейчас работает на самом деле в конкретных процессорах. Ну вот начнем с самого... Ну все картинки я выдрал, естественно, из мануала, из интеловского, который вы читаете на досуге перед сном. Вот, значит, модели памяти, да, ну вот простая модель, ну она, правда, в современных процессорах не используется, но тем не менее, ну почти не используется. Значит, это такая, у нас есть, смотрите, у нас есть линейное адресное пространство, то есть это физическая память, да, там адреса от нуля, да, какого-то непонятного, да, и у нас есть линейный адрес, то есть это вот указатель, его значение. И его значение четко соответствует номеру ячейки в вашей физической памяти, один в один. Все, вот это простая модель памяти, называется пухфлет или плоская, или там. Ну она интересна в некоторых случаях особых, я вам в конце скажу. Вот, так, главное за время не вылететь, как обычно там углублюсь. Итак, ну вот адресация в реальном режиме. Вспоминаем, в реальном режиме что у нас есть? У нас есть какие-то, как адрес выглядит, помните, был такой слайд когда-то, лекции 2-3 назад. Что такое адрес, помните, когда про Семблер рассказывал? Он из каких-то половинок стоит, состоит. Это что? Сегмент и смещение. То есть адрес у нас состоит из двух кусочков. Причем половина этого кусочка лежит в сегментном регистре. Что она определяет? Она определяет как бы базу. Вот еще раз напомню, раз никто не вспомнил. Значит, как это устроено? У вас есть память, вот эта же физическая, да? Она там от нуля до там FFF. Вот, прекрасно. Значит, у вас есть программа. Main вы тут написали, какой-то PTR, да? Void PTR. Ну, я немножко лукавлю, но не важно. Вот это указатель. Его значение там чему-то равно, какое-то число присвоили, да? Но этот указатель на самом деле указывает в разные места при том же самом значении. Если соответствующий сегментный регистр, то есть там они какие, ну, например, ES или DS. Помните, регистр был в списочке, да? Сегментных регистров. Если сегментный регистр, регистр в процессоре, содержит разные значения. То есть вычисляется примерно так. Содержимое ES, да, ну там какие-то числа, да, сдвигается на сколько-то, примерно на 16, и прибавляется вот этот вот PTR. Это вот такой полный адрес, который вот уже вот от нуля отложен. Значит, в чем вот этот смысл, как бы, физический вот этих вот регистров? Это вот что. Это просто поделено все адресное пространство на такие вот кусочки. Ну, их можно делить по-разному, ну, вот на какие-то поделено, да? Вот если мы посмотрим на все эти кусочки, ну, это какая-то степень двойки, да? То есть если мы запишем эти числа, допустим, в 16-ричном виде, у нас на конце будут какие-то нули, правильно? Вот эти нули отбрасываются просто, а вот это значение складывается вот в этот регистр. Это называется вот база. Ну, то есть сегментный, ну, адрес сегмента, да? Адрес, соответственно, сзади восстановить, чтобы из регистра, надо просто эти нули приписать. Ну, вот я их приписал, ну, 16-ричный я приписал в двоичном виде, да? Окей. Ну, вот понятно, да? Или непонятно? Вот в реальном режиме так. Смотрите, что у нас здесь получилось. У нас уже начинают работать какие-то регистры процессора, да? У нас уже значение адреса зависит от контекста вычислительного. То есть значение ячейки в памяти зависит от того, что у нас в регистрах. То есть вычислительный контекст уже появляется, он начинает нам влиять на результаты наших операций. Так, сегментная модель. Что такое? Вот тут уже не так просто. Здесь уже вот так можно рассуждать. У нас есть тот же самый, ну, видите, вот если на предыдущем слайде здесь написано сегмент-селектор, да? Селектор сегмента. И он вычисляется, ну, каким-то образом автоматически. То есть однозначно, да? Вот мы берем и просто его умножением вычисляем. То есть он показывает на какую-то из вот этих вот полосочек, которые я здесь нарисовал, да? То здесь, в следующей модели, этот вот селектор сегмента содержит не адрес, ну, нельзя из него адрес вычислить. Он содержит номер какой-то записи в таблице сегментов. То есть что получается? Получается следующая картина. Я ищу стерку, кто первый найдет, молодец. А, тут тряпками стирается. Да, я забыл. Это вот паттерн, да, у меня. Как это, стереотип. Полируем мелом доску. Вот, то есть мы берем память. Мы берем всю память, опять же, физическую, да? Физическую. Ну, в какое-то ее место, пока не важно в какое, помещаем какую-то табличку, да? Табличку. Ну, эту табличку называем таблица сегментов каких-то. Сегменты, сегменты. Вот, ну, там какие-то записи. Да, у записи есть номера. 0, 1, 2, 3 и так далее. Вот, так вот, здесь уже сегментный регистр содержит просто номер записи в этой табличке. Ну, пока нам неизвестно, где эта таблица лежит, ну, где-то мы ее положили, да, номер записи. А вот эта запись сама по себе, мы на нее потом посмотрим, как она выглядит в разных ситуациях. Эта запись сама по себе описывает сегмент. Ну, предположим, что она описывает, значит, какое-то место начала сегмента, да? Потом она описывает длину сегмента, или еще говорят лимит, да? То есть максимальную длину, максимальный адрес в этом сегменте. И в качестве, так сказать, бонуса она описывает еще различные права на этот сегмент. Ну, скажем так, это вот, как бы так сказать, тот список операций, который можно с этим сегментом выполнять. Например, читать, писать, исполнять, да? Ну, вот набор флажков каких-то, связанных с безопасностью, да? И как вычисляется тогда, как вычисляется физический адрес, да? Понятно, что берется вот то же самое смещение, это все тот же поинтер. Вот видно кому-нибудь эту маленькую точечку или нет? Да? Просто мне как-то плохо видно, я думаю, что вам вообще не видно. Значит, вот это все еще наш указатель, который мы в программе видим. Ну, в программе, как вот, не задумываясь, да, о том, что под ним. Вот, у нас есть какое-то значение сегментного регистра, того же самого. Но, если у нас установлено, если процессор работает вот в режиме, так сказать, в защищенном режиме, то этот сегментный регистр содержит номер записи в таблице, которая описывает сегмент, ну и вот уже вот этот указатель, он имеет смысл в рамках этого сегмента. Это вот это вот смещение, отложенное от начала сегмента. Понятно, да? То есть здесь вот можно думать, что вот в предыдущей картинке, что это как бы тоже сегменты, как бы сегменты, но они вот так как-то равномерно очень распределены. В этой же таблице можно по-другому сделать. Можно по-разному описать сегменты. Сейчас я фломастер получше найду. А тут все какое-то непишущее. Есть какой-то супер толстый. Главное, чтобы это не был персистент. О, куда? Проверим. Да, теряется. Так, значит, вот что за бонус мы получаем вот в этой вот модели? Мы можем вот этот, например, вот этот, говорят, дескриптор использовать для того, чтобы описать вот этот сегмент и поставить на него флажки RVX, например. Читать, писать, исполнять можно. А вот этот вот дескриптор мы можем использовать для того, чтобы описать тот же самый сегмент, ну, например, только для R. Вот так. Что получается? Получается, что, расширяем нашу картину мира, у вас значение в сегментном регистре, то есть вычислительный контекст, влияет на то, как вы можете получать доступ к памяти. К той же самой. То есть, например, операционная система к этой памяти может обращаться через вот этот селектор, а, например, пользовательская программа через вот этот селектор. Очевидно, что операционная система сюда писать может, а пользовательская программа не может. Почему? А потому что в сегментном регистре другое значение. Вот и все. А можно вот так сделать операционная система? Ей вот тру... Так, не то, что программистом. Операционная система лень была каждый сегмент описывать. Такой же делать. Да, они сделали так. Они сюда добавили вот такой вот... Ну, могли добавить, да? Мы же никакой операционной системы не изучаем конкретно. Они могли добавить вот такой вот прекрасный селектор, дескриптор вернее, да, и описать вот такой сегмент. Вот отсюда он начинается. Вот здесь заканчивается. у него флажки 1x вся память доступна через вот этот селектор через вот этот вот описатель идея понятно вот причем смотрите какая штука получается вот там тоже видите там какие-то черные дыры но это не физика но это компьютерная физика да вот эти черные дыры обозначают просто не не отмаплено так сказать пространство памяти она там память может быть но она никуда не отмаплена то есть если в табличке отсутствует соответствующий сегмент то невозможно к этой памяти физически получить доступ этот модель защиты да мы создаем окружение исполнения до экзекьюшен инварами процесса реда вот контекст для процесса какого-то мы можем ему такую табличку дать которые у него ну вот туда один вот вот кусочек описано все остальное нет это значит что чтобы он не делал он аппаратно просто не может туда получить доступ во все остальные кусочки для него вот эти адреса даже если он как каким-то чудом поправил там себе сегментный регистр для него ничего не значит потому что в таблице нет соответствующих записи понятно или не вариант чтобы минимальный квант размер странного смотрите размер не по байт на значит мы посмотрим дальше будет структура вот этого дескриптора и увидим я так не могу сказать но если посмотреть на структуру дескриптора там будет видно сколько байт указал выделено на барана лимит то есть на длину и какая там гранулярность кстати говоря гранулярность задается по моему можете уточнить мануале но по моему гранулярность как раз задается в момент перехода защищенный режим вы указываете с какой гранулярностью вы можете делить память как бы вот так вот по моему это вот настраивается то есть понятно ну если вы перешли в защищенный режим все привет надо выйти обратно и зайти в другой защищенный режим конечно в рынка как они никак тут слово runtime вообще странная да то есть то есть это еще как бы тут нет такого высокоуровневого окружения исполнения да давайте о хорошего он там будет там еще много картинок не бойтесь и давайте с адресами я так вот для тупых написал но для себя что просто не забыть да как говорить по-русски значит вот встречаются всякие разные слова адреса там и так далее давайте запомним значит логический адрес это тот адрес которым оперирует процесс селектор смещения то есть значение сегментного регистра смещения это вот ответ на ваш вопрос как бы да то есть вы можете в сегментный регистр загрузить все что хотите принципе но только не все эти адреса будут транслировать не все эти адреса имеют смысл вашем процессе поэтому обычно делается так вот помните мы когда-то долго рассуждали про то как устроен вот этот как процессы запускаются да вот бывает там ком как бы да но это еще до досовская до бывает вот более сложный формат да вот в линуксе называется эльф дикю ты был линукс формат кажется или файл вот там значит а подождите вы же первую в домашку все делали там текст дата там да что это такое это на самом деле некие маркеры которые позволят ассемблеру или линков щеку форму сформировать правильный layout исполняемого файла а дальше когда вы запускаете процесс ну кто-то вам запускает до операционная система она первая отображает файл в память а потом значит для каждого для каждой этой секции создает свой как бы сегмент но не создает свой сегмент сегмент им создаются она настраивает значение сегментных регистров так чтобы они показывали на тот сегмент который соответствует коду данным там еще чему-то стекла и так далее то есть как правило вы программе не меняете эти значения сегментных регистров просто у вас есть несколько таких сегментов ну в одном у вас живет код до другому вас живет но они по разным селектором доступно другим другому живет там дэйта третьем у вас живет там ну много чего живет там ну например стык да а вот например вы можете там в каком какой-то пример привести ну я думаю понятно нет если не очень еще раз когда спросите еще раз постараюсь можете нет не можете а вот фишка в том что смотрите вот вы можете загрузить вот у вас регистр есть до с вот в нем бывают числа 1 2 3 вас в табличке всего 3 допустим 1 2 3 вот этих вот сегмента описано да вы загружаете туда 8 вас таблички нет 8 пытаясь обратиться по этому адресу вашу программу со свистом закрывают с эксепшеном сегмента шин фолк ну у вас нет такой памяти куда вы полезли таблички над табличкой это вы не властны вы даже прочитать не можете не 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 стоп 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 если мы говорим про процесс это у каждого процесса своя табличка все . все привет вот это есть защищенный режим да то есть вам каждому процессу дают табличку табличку делает операционная система каким-то магическим образом пока а вот эти значения да пожалуйста напишите хоть 13 только это если это не ваш сегмент у вас здесь нет записи в этой табличке и все ответил окей так линейный адрес вот линейный адрес это такая странная штука его еще называют виртуальный адрес вот ну тут пока непонятно что такое gdt ldt но в общем это вот как раз тот адрес который я там пару лекций назад рисовал до который состоит из каких-то компонентов то есть он не имеет смысла как адрес относительно какого-то там начала и конца да то есть вот например если мы напишем там сегмент там к с двоеточие там какой-то offset offset да ну как-то это запишем 2 эти числа если вот это содержит там идентификатор да ну допустим здесь вот у нас написано там 3 здесь написано там 333 например так да то вот этот как бы линейный адрес это 3 и 333 f понятно что такое адрес в памяти если его от нуля просто откладывает но это какая-то ерунда получается правильно потому что у нас 3 это вообще говоря позиция в таблице вот это вот называется линейный адрес он состоит из разных кусочков иногда сейчас мы посмотрим зависит от режима схемы адресации это линейный адрес это линейный адрес вот это второе сейчас мы сейчас там будет картинка ну вот тут пример написан таблица 10 страница 10 смещения 12 просто это ну потому что здесь такая картина здесь просто как бы используется адресация вот простая до в реальном режиме это вот просто частный случай реального режима да но вы на самом деле в своей программе используйте адресата как раз вот cs offset правильно вы ими управляете вот это вашей программе вот идея понятно вот это логический адрес логический 1 квот там написано разве не так написано нет но я может оговорился просто вот логический адрес это то чем оперирует программа логический адрес какой-то вот такой странный адрес да это уже линейный адрес вот физический адрес это вообще вот вот здесь банки памяти стоят так далее поехали дальше посмотрим регистры но здесь становится страшно уже немножко но давайте посмотрим может конечно следующую картинку показать ну ладно пропустим пока давайте так регистр управления памятью регистров вообще управления памятью несколько в процесс мы импл разглядываем давайте медленно если кому-то что-то непонятно сразу меня останавливаете потому что дальше идти бессмысленно если мы не помним значит вот есть два регистра но один давайте пока рассмотрим gdtr global descriptor table register register это регистр содержащий глобальную таблицу дескрипторов что это такое помните пару минут назад я сказал что вот эта таблица где-то в памяти у нас лежит да вот эта таблица называется gdt и лежит она в памяти там где мы сказали когда переходили из защищу из реального режима защищенные в общем-то загрузка этого регистра который содержит адрес этой таблицы ну можно считать что это и есть переход защищенный режим а вот это такая команда там есть в ассемблере называется ldtr кажется так ну я могу ошибаться можно мануэль посмотреть вот то есть смотрите у нас на самом деле помимо почему глобальный да потому что помимо глобальной таблицы дескрипторов у нас есть еще локальная таблица дескриптора то есть та самая которую дают каждому процессу процесс создаем даем ему локальную таблицу дескрипторов вот он с ней работа потом там будет такая какая-то очень большая витеватая схема мы будем по ней ходить пытаться процессу потому что одному вот еще раз да помните защищенный режим чем состоит то что с каждым процессом ассоциирована своя таблица дескрипторов что это обозначает это значит что каждому процессу предлагают свое отображение памяти на адресное пространство для того чтобы защитить одни процессы от других если у вас в этой таблице есть такие дескрипторы которым вы можете обращаться не имея на то право как вот здесь было спрошено да то есть 8 взяли записали это не мой дескриптор он описывает всю память на запись случайно и и что а зачем вообще нужен защищенный режим тогда он конечно не будет трогать если программист написал все правильно но смотрите но вы допустим вычисляет ну я не знаю да вот что значит он знает вот давайте разберемся что значит процесс знает какие дескрипторы ему принадлежат откуда и как эти знания него устроены в голове так а как он свою память отличает от другой памяти а как предписывает вот 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 мы приходим к тому как предписывает ему дают табличку которая никакой другой памяти кроме той которую он имеет не описывает о влавливаете идею вот ему именно так и предписывается окей окей все пойдем дальше ну смотрите у вас вот операционная система стартует у вас есть физическое адресное пространство да наверное имеет смысл его как-то описать для начала чтобы хотя бы операционная система с ним начала работать имеет смысл так сделать ну что значит все вот как все что такое все операционная система работает на том же процессоре которые вот такой же адресации работает то есть смотрите операционная система просто до имеет ну какое-то значение тут в cs до который описывает ну я не знаю куда память ну допустим сюда вот такой селектор описывающий всю память до операционная система через этот селектор работает вот эта схема сложения там вычисления физического адреса ну да она как бы опирается на аппаратные там какие-то на ммю да это такое устройство который нет почему вы ее инициализируете смотрите изначально вы может вы ее обязаны создать когда переходите в защищенный режим то есть вы не можете пользоваться другой схемой как бы отображение адресов защищенном режиме кроме как через таблицу то есть переход защищенный режим как раз заключается в том что вы эту таблицу создаете но вы можете ее потом поправить почему потому что принципе у вас эта таблица лежит какой-то памяти правильно вот вы должны эту таблицу так создать в этой памяти перед переходом защищенный режим чтобы там оказался правильный дескриптор который позволит вам эту таблицу там модифицировать да вы же можете создать ее неправильно то есть вот такой тот магический переход да вот вот еще раз да я в реальном режиме у меня вся память она ну вот сколько вижу вся моя да вот а как только я сделаю переход защищенный режим я буду видеть только ту память которая описана таблицей дескрипторов значит я готовлю таблицу дескрипторов загружу загружаю регистр какой там gdt и вот с этого момента как только я его загрузил я вижу только память через таблицу все можно и так конечно сделать но как бы ну понять это для это это зависит от вашей цели понимаете вот вот еще раз вот надо понимать что я расскажу про возможности да если мы там будем говорить как лучше делать тогда надо контекст задать а для чего да как сделано в конкретной операционной системе можно там тоже пообсуждать другой контекста то есть надо понимать да что вы делаете таблицу дескрипторов какую-то глобальную да и говорите вы еще и так не обрубили ветку на которой висите да вы как бы сидите таблицу создали игре хоп загрузить все с этого момента вы только через таблицу работает не получилось но все куку выходите обратно и защищенного режима да и я правда вроде можно я ни разу не пробовал я не мог даже ни разу не сдавался таким вопросом можно ли выйти из защищенного режим наверно может интересный вопрос правда так дальше пойдем да я ответил на ваш вопрос вот а локальные таблицы они проассоциированы с процессом там есть тоже другой специальный регистр но давайте сейчас мы вот о чем поговорим чтобы далеко не заглубляться мы поговорим вот о чем вот этот регистр да сейчас я только не пойму почему да он 48 разрядный правильно вот был вопрос сколько знаете что давайте ка мы к этому вопросу вернемся потому что еще не все таблицы нам понятны мы сюда вернемся так короче говоря есть регистр и dtr пока не будем обсуждать это про прерывание чуть попозже я про него расскажу gdtr это регистр содержит глобальную таблицу дескрипторов ok поехали дальше да вот количество записей ограничено но длина таблицы как бы до длина таблиц это максимальный номер как бы в этой таблице ну размеры и короче ну вот сколько 16 бит сколько вставится да только вот там записей может быть но надо знать какого размера запись правильно чем и посмотрим так ну давайте перед тем как мы будем к страшным картинкам специальные регистры какие есть еще в процессоре которых вы не знают но не знали до сих пор но можно ли конечно но не все по крайней мере я их не называл cr0 ну вот это такой самый главный регистр до который содержит флажки прежде всего нас интересуют флажки которые говорят в каком режиме работает процессор два флажка защищенный это режим или незащищенный и есть ли пейджинг нет ли пейджинга а вот дальше cr1 зачем-то зарезервирован cr2 содержит чего но я не стал переводить да потому что как бы вот содержит адрес странички которая не оказалась в памяти когда про виртуальную память будем разговаривать окажется что сегодня сегодня не пугайтесь окажется что некоторые страницы могут в памяти не оказаться вот для чего это сделано да но памяти у нас мало например но даже если у нас много 4 гигабайта предположим да но вы так смотрите кого-то 4 гигабайта никогда не видели но дело то в том что когда вы процесс запускаете его адресное пространство она тоже 4 гигабайта да ну от нуля до ff8 афок но вы еще один процесс запускаете у него тоже адресное пространство 4 гигабайта еще один еще адрес на просто как так непонятно да поэтому поэтому иногда части памяти которые называются странички сбрасывают на диск вот если происходит обращение к той памяти которая сейчас кто ну к той странице да вот эти штучки на странице к той странице которая сейчас не в памяти то вот ее адрес можно там взять физически да и попытаться там загрузить но это для обработки вот этого механизма так значит про кэши оставим ну и cr4 значит разные там включает разрешение например sim и так далее это мы пропустим вот те регистры да на них давайте посмотрим как они выглядят те же самые регистры только уже виде картинок cr0 ну вот видите тут тут практически ничего нет одни флажки все все вот что серым показано она зарезервирована но не используется никак вот дальше cr2 значит page fold лайнер адрес да вот а дальше вот интересно смотрите дальше вот интересно сейчас значит вот я тут только что рисовал давайте еще раз объясню есть такое понятие виртуальная память кто не слышал так отлично значит смотрите виртуальная память это такой специальный механизм который позволяет делать две вещи первое он позволяет каждому процессу обращаться ко всему адресному пространству независимо сколько физической памяти в реальности установлено вот а второе он позволяет часть физической часть памяти процесса хранить на диске и как и своевременно подгружать ее физическую память потому что процесс не может работать с памятью на диске да у него есть операции вот муфтом да помните муфтом туда-сюда с памятью вот у него есть операции только доступа к памяти ну такие ассемблерные вот если ему надо на диск это уже не так просто это ему надо там вызвать драйвер драйвер там знает как диском работать что там за диск это там целая схем программа вот виртуальная память это механизм который используется в процессорах intel мы про нее чуть попозже поговорим сейчас важно знать что она оперирует такими кусками памяти одинаковыми которые называются страницы и все вот собственно еще окей вот иногда страницы не находятся в памяти ну то есть процесс хочет в эту страницу обратиться она у него есть ему давали ее но механизм виртуальной памяти и сбросил на диск обращается страницы нет вот надо подгрузить ну вот чтобы это сделать вот есть адрес да с ним можно начать работать вот но каталог страниц относится к той же системе виртуальной памяти то есть все странички они пронумерованы в каком-то каталоге то есть их можно там через вот этот каталог ну каталог это просто список да вот как-то использовать но мы к этому сейчас вернемся вот ну и что тут cr4 ну cr4 вот я даже не могу прокомментировать наверное давайте его скипнем важно для нас максимально это cr0 cr2 запомнить что есть такие cr3 окей вот это самая страшная картина с которой мы будем сейчас долго бодаться кто не видел эту картину раньше так так наоборот прошла кто видел ну да потому что я туда поместил значит можно я вот здесь стану потому что иначе мне не видно я вам буду загораживать да как-то я между вами сейчас стану значит смотрите вот это общая картина примерно да не вся но такая в основном картина как работает процессор intel с адресами и с регистрами какие регистры там есть я сейчас вот немножко сумбурно по по объясняю что на этой картине изображено вам рекомендую взять вот этот мануал найти эту картину и вокруг почитать окей вот значит на следующий а кто не умеет по-английски читать так значит на следующем занятии первые 10 минут мы сделаем небольшой квиз по тексту который вокруг этой таблички нарисован так смотрите первое вот у нас эти значит смотрите черным здесь нарисованы вот таким серым нарисованы регистры в процессоре да все помнят что такое регистры окей значит а все остальное беленькая это память вот давайте смотреть вот здесь у нас есть регистр управления вот они cr0 cr2 cr3 да помните вот те регистры которые мы собирались запомнить в них что-то загружено вот есть регистр флагов помните мы говорили что есть регистр флагов да там всякие разные операции и так далее много там чего вот я флаг называется extended флаг регистр дальше что нас интересует чего бы тут начать не знаю не знаю я же не мог его стереть картинки чтобы о нем не знаю посмотрите сами вот смотрите вот есть регистр гдтр до глобал дескриптор тейбл регистр или register да вот вот он ссылается на вот такой вот layout и смотрите что за что за селекторы или дескрипторы он содержит во первых он содержит дескрипторы которые описывают таблички лтт вот если это глобал дескриптор тейбл вот это local дескриптор тейбл то есть таблички которые мы даем каждому процессу они же тоже должны где-то в памяти лежать правильно значит они должны быть тоже описаны каким-то дескриптором в глобальной таблице дескрипторов я понимаю что слова дескриптор здесь сегодня зашкаливает но вот эта идея всем понятно вот понятно уже что должно лежать в гдт как минимум да если вы собираетесь создавать больше чем одна задача то там как минимум должен уже лежать указатель на локальную таблицу дескрипторов подождите вот значит что такое local дескриптор тейбл значит есть глобальный дескриптор глобальный регистр содержащий регистр содержащий глобальную таблицу дескрипторов это как бы вот момент перехода в защищенный режим он нам доступен операционной системы имеет право его читать ну как правило он не меняется вот это зашли в защищенный режим все вы не можете его поменять ну потому что это как-то хорошо такое поменять но это как перейти в другой защищенный режим да то есть это такая набор миров да как как инициализируйте так мир устроен да но дописывать сюда и сегменты ну какие-то дескрипторы в эту таблицу в принципе можете потому что эта таблица лежит ну памяти в какой-то правильно вот а вот когда стартует процесс или задача здесь видите есть такое еще понятие task register мы сейчас не будем в это глубоко углубляться но тем не менее значит ldtr это тот регистр который используется для того чтобы вычислять адреса для пользовательских процессов ну пользовательские давайте в кавычках возьмем пока так просто понятен то есть когда вы запускаете процессы на какие-то вот операционной системы запускает процессы этим процессом сопоставляется табличка вот это вот каждому своя правильно про это правильно это правильно правильно отлично да теперь смотрите что значит вот что вот здесь в правой части находится в правой части находится некоторая одинаковая вернее так некоторое количество структур ну одинаковых да по форме по своей вот смотрите например какой-то task стоит сегмент ну сегмент да вот это что такое это табличка до которая это то опять опять таблица дескрипторов да но она указывает на сегмент кода на сегмент данных на сегмент стека там и так далее да дальше interrupt handler или handler у него тоже есть свой сегмент но тут правда нету трансляции вот этой табличной но тоже его стек и код описан через дескрипторы да есть вот такой что такое ну вот давайте вот это пока мы отложим отложим а поговорим вот о чем значит вот вот эта нижняя часть нас сейчас интересует значит линейное адресное пространство да вот у вас есть какой-то адрес да на самом деле он выглядит так адрес линейный разобрать на кусочки он состоит из таких частей номер каталога таблицы страниц вот начинаем переходить виртуальной памяти потихонечку удочку забрасывать значит вопрос тем кто слышал до этого занятия что такое виртуальная память виртуальная память и защищенный режим это одно и то же или нет может ли процессор работать в защищенном режиме и не использовать механизм виртуальной памяти ваша ставка до ваша ставка ваша ставка так ваша ставка нет так отлично мнение так то есть если вы выиграете вам примерно в три раза в четыре вы увеличите свою ставку окей давайте разбираться то есть запомним где мы остановились мы сюда вернемся так значит защищенный режим или сегментация это принципе одно и то же синонимы да то сегментация это представление памяти в виде сегментов да там вы через эти дескрипторы защита и так далее вот но я переводить не стал просто выдрал кусок да там написано да значит это обязательный механизм не может защищенном режиме процессор работать без сегментации памяти то есть защищенный режим это и есть сегментация у вас надрел вопрос я просто не понял почему нет и что значит слово виртуальная память зависит значит определяет вот что как вы к этой памяти обращаетесь как происходит трансляция адресов то есть если у вас нет там места где храните у вас страницы никакие не сбрасываются но считаете что у вас такой алгоритм вытеснения хитрый который ничего не вытесняет вот пойди пейджинг пейджинг такое слово есть вот пейджинг равно тождественно виртуальная память то есть пейджинг это возможность управлять памятью на уровне страниц это не обязательно их сбрасывать на диск это например одни и те же страницы отображать в память разных процессов почему нет вы запускаете операционную систему до библиотеки куда-то грузите но отображать сразу на все процессы одинаково почему не общину внизу написано не обязательно можно и не делать так сейчас я это подумаю что тут за слово но сейчас мы давайте так вы мне напомните если мы дойдем до конца презентации я вам не покажу где отличается пейджинг от не пейджинг вы мне напомните я вам скажу это я даже если вспомню вам сейчас скажу да это где-то давайте дальше дани мы до этого еще не дошли если есть то дальше и так виртуальная память да значит вот смотрите у нас но это на самом деле вот та нижняя штучка да только увели ну как бы сюда увеличенная которую на предыдущей картинке мы рассмотрим вот смотрите как устроено вот у вас есть logical адрес или фарпойнтер ну обычный указатель да короче говоря вот у него есть две части сегмент селектор то есть то что в сегментный регистр загружена до номер который указывает на конкретный дискриптор в таблице да и у вас есть смещение то что вы в программе там инкрементируйте декрементируйте там и так далее дальше у вас вот этот сегментный дискриптор описывает что описывает начало сегментов памяти плюс флажки да какие то а вот этот offset вот сюда вот он прибавляется то есть этот offset относительно чего относительно начала базового адреса сегмента вот он вот такие ну можно написать лбота него нет не должен почему должно быть с откуда следует что должно быть чаще 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 подождите операционная система не программа почему именно так и есть защищенном режиме или глобальной таблицы дискрипторов правильно говорить вот еще раз я не говорил вот когда я здесь обсуждал но может говорил но смотрите вообще-то тут gdt написано да помните даже написано вот еще раз у нас есть регистр какой-то сегментный вот он называется сегмент сильну селектором он называется до сегментный регистр назад селектором в нем содержится номер записи в таблице дискрипторов так вот он номер но в нем не содержится никакой адрес теперь мы берем вот этот вот дискриптор это структура данных дальше мы посмотрим на нее в которой есть как минимум две вещи первое это базовый адрес сегмента начала его в памяти и его лимит так называемый то есть его длина плюс какие-то флажки так значит я я понял в чем в чем недопонимание значит здесь мы выпускаем одну вещь важную важная вещь называется вот в чем вот как вернее существует несколько уровней привилегий вот если мы работаем там в нулевом кольце так называем в ядре у нас есть одни возможности вот если мы работаем в другом у нас есть другие поэтому вот между ними есть разница которая сейчас мира не объясняю вот считайте что это код операционной системы именно так ну можно можно попытаться выяснить это из этой картины вот я давайте попытаюсь это выяснить значит смотрите есть еще вот такой сейчас я попытаюсь его эту схему отсюда выудить значит я вообще планировал это следующий раз рассказывать вот есть task register да это регистр который содержит ну скажем так тоже какой-то указатель да на текущий контекст процесса да вот вот он куда-то 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 вот сюда вот он там как-то отображается да сейчас давайте попытаемся понять сейчас я сейчас я сейчас лдт лдтр надо понять как вот это вот ну в общем давай давайте пока так устаканим этот вопрос значит зависимости от того в каком вот этом execution environment это выполняется используется гдт или лдт вот но сейчас для нас важно именно механизм какой мы таблицы берем то есть лдт будет точно такая же картина примерно вот по этой физический адрес вот он физический адрес вот физический адрес написано ну я вообще вот сегмент селектор и физический адрес я тут очень сложно вот их как бы понимаете различаю я не понимаю почему они одинаково тут нарисованы но тут вот типа длинная тут типа короткая вот например длинная а короткая вот она но так нарисовано короче но честно говоря они практически его для меня они неразличимы да то есть ну может быть может быть но до внимательно там посмотрите в документе там графика хорошая не то что тут так значит еще раз да вот у нас есть какой-то селектор он указывает на дескриптор который указывает на базу и лимит вот он сегмент вот лимит фактически да вот начало но тут почему-то вверх наверное адресное пространство идет да вот вот эта часть картинки описывает сегментацию она включена всегда если она выключена то вторая половинка адреса то есть вот этот вот адрес да он указывает просто физический адрес ну то есть вот здесь содержится физический адрес начала сегментов в физической памяти вот если вот этой части нет совсем да то есть еще раз да вот у нас есть дескриптор и в нем записан физический адрес начала памяти куда он отображен да и мы можем вычислить физический адрес имея вот это вот смещение вторую половинку понятно это если выключен пейджинг то есть вот просто сегментация да у нас есть таблица там есть сегменты они описаны сегментах на записаны там физические адреса тупо вот теперь значит если пейджинг включен то тогда то тогда вот этот линейный адрес интерпретируется вот так он содержит несколько компонентов да он 32-разрядный вы сейчас будете смеяться значит маленький компонент вот этот это смещение внутри страницы вот это вот верхний это номер записи внутри каталога даже как сказать каталога каталогов страниц часто это нарисовать так непонятно сейчас но я понимаю да это такой сложный топик сейчас мы его разберем давайте мы его разберем вот все таки еще раз вот так последовательно просто сегментная модель сегментная да у нас есть селектор у нас есть offset все запомнили да значит селектор в табличке указывает какой-то дескриптор дескриптор содержит линейный адрес который интерпретируется следующим образом значит это вот что там но тут другая картина это адрес начала вот физической памяти физическая память вот а это смещение вот мы можем вычислить конкретный адрес сегментная модель понятно да все а вот теперь если у нас вот эта память физическая побита на странице то тогда все не так просто тогда таблиц количество таблиц увеличивается значит во первых есть такие структуры которые называются каталоги как же так называется по-русски но в общем есть страницы да они все одинакового размера и они описываются может быть не вся какая-то их часть таблицей страниц вот это вот так вот так таблица страниц таблица страниц или каталог страниц страниц ну понимаете просто по-русски по-разному звучит кто как хочет то так и переводит вот директоре как перевести а есть еще хорошо пейдж тейбл пейдж тейбл а есть таблица которая там называется пейдж директоре это таблица которая содержит записи указывающие на таблице страниц бывает и сложнее бывает 3 уровня 4 сейчас мы с этим разберемся народ что там смешного ваша память кончится или на доске понял вот значит смотрите это все часть механизма защиты понимаете вот теперь смотрите вот этот вот теперь типа линейный адрес который записан здесь он из себя представляет ну вот это всем понятно взяли всю память поделили на страничке делили потом взяли создали таблицы страниц разные это такие контейнеры которые содержат указатели на странице ну на разные страницы разные контейнеры да они содержат на разные страницы могут содержать на разные страницы указатели вот вы что-то уже не догоняете нет или все пока нет так давайте меня остановить я тогда вернусь на пару шагов так и есть такая структура такая таблица которая указывает на таблицы страниц вот это называется directory ну как бы двухуровневая система каталогов 1 сейчас мы до туда дойдем давайте мы разберемся как это работает потом мы значит обсудим зачем они все значит смотрите сейчас вот мы работаем в конкретном программном экзекьютинг environment вот в конкретном окружении то есть она задается нам составом регистров то есть принципе если мы регистры по-разному загрузим мы можем там отобразить эти страницы там эту память как угодно но вот когда у нас зафиксированы регистры конкретные да мы же что делаем еще сейчас делаем занимаемся трансляции адреса вот нам указатель поступил что то есть сегментном регистре вот мы должны попасть понять куда он физической памяти покажет да если мы другие там значение кит загрузим может быть еще одна такая таблица могут быть еще такие могут быть такие таблицы в которых нет таких таблиц но это неважно непонятно да сейчас мы давайте мы схему трансляции обсудим а потом поговорим про логично нелогично и зачем да ну я понимаю это как бы вот немножко тяжело но вы считаете что это нелогично знаете в чем дело логика у всех одна входные данные разные вот чем дело вот давайте дальше да то есть вот тогда вот адрес до линейный вот здесь который вот здесь описан он состоит из трех кусочков раз два три значит первый кусочек показывает вот на эту таблицу на какой-то ее запись второй кусочек показывает на ту таблицу на который показывает то запись на вот какой-то конкретный адрес запись до по одному говорите номер номер а вот этот кусочек оставшийся уже показывает на смещение внутри страницы на которую показывает вот этот да то есть вот где-то тут у страницы ограничено давайте посчитаем да давайте заново да какой вот это тот же самый а все что он там не не сейчас смотрите надо подумать я думаю что нет да это зависит это зависит зависит да давайте этот вопрос ну сейчас я попытаюсь да правильно 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 он просто не может быть любым да вот вот так и правильно 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 ну просто ну да правильно это тот же самый nhau все верно просто он может принимать значение ну совсем любые не но может это да но он никуда не будет транслироваться может какую-то иметь участие вам светом потому что ну вот вот подождите у нас есть вот еще раз да у нас есть вот в чем занимается трансляция адресов да то есть как бы еще раз вот мне приходится к магии при приходить до что вы не любите да то есть есть вот магический железный компонент вот он он неизвестно как устроен который умеет вот эти адреса или эти а все ты до транслировать вот через какую-то вот набор вот таких описателей в какие-то конкретные физические адреса вот пытаться понять пытаться понять точно но можно понять но тогда надо условия дополнительные ввести давайте нет ну нет вот вот нет да нет 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 вот еще раз да не про ну неправильно вот потому что смотрите вот еще раз да у нас есть вот где-то я специально даже выписал это я уже забыл вот логический адрес вот все вот нету здесь взаимно однозначного отображения вот того смещения вон в то смещение 12 это не то смещение . вот существует некий механизм до который вот эти адреса отсюда через вот эту систему таблиц отображает конкретные физические страницы я не не буду спорить с тем что вот то смещение вот та часть того адреса используется но она используется не так прямолинейно берем 32 разрядный там адрес и вставляем его в 12-битовое поле ну так не бывает да и обрезать мы его просто так не можем вот давайте оставим это так сказать вот пока если хотите я вам следующий раз так свяжу свою память и расскажу как как точно я не расскажу потому что это структура и маме удают как как он там отображает вот прекрасно прекрасно для этого для этого это очень хорошо вы спросили правильно еще одна таблица сейчас я вам и я нарисую так сейчас я вам и и расскажу где она находится казалось бы да казалось бы вот регистре cr3 как мы помним написано page directory base вот в регистре да здесь не написано действительно этой картинке вот теперь вернемся к обсуждению этой схемы да значит что теперь теперь как складывается адрес теперь адрес складывается таким образом но схема точно такая же берем значит вот этот первый кусочек скольки он там битный где-то написано было вот он значит 10 10 12 да то есть у нас 10 бит на описание чего таблиц каталогов вот этих до 10 бит на описание страниц внутри каталога да то есть 10 10 и 12 внутри страницы вот столько ну то есть надо теперь посмотреть какого размера дескриптор там будут час дескриптор пример дескриптора таблицы страниц уж точно я по-моему добавлял вот обсудили да сейчас перед этим еще один момент обсудим смотрите теперь вот еще такой тонкий момент я хотел отметить вот посмотрим на вот эту штуку предположим что у нас давайте посчитаем сколько у нас может быть таблиц вот этих page directory и page table 1024 я почему миллион да да а сколько этого памяти можем так отмерить не а ну неважно мы же описываем память нам же неважно что там лежит но я описываю сколько стоком памяти короче сколько 4 гигабайта вот у меня 32 битная машина там 8 гигабайт и работает давайте а давайте 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 дальше походим и попытаемся значит понять можно ли что-нибудь еще такое сделать с этим да вот тут что-то я такое написал даже не знаю пара важных слов из мануала да если пейджинг не используется то линейное адресное пространство мапится а но это я уже сказал да понятно да это это мы говорили перед давайте давайте да 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 то есть это уже не ложная коробка понимаете в чем дело вот здесь offset у вас какого размера большого то есть остается 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 за кадром как работает вот механизм типа вот но он не работает жить очевидно что не работает да вот такой будет будет звездочка ptr равно 0 дальше так вот for и равно 0 и меньше 4 гигабайта плюс плюс и да и так вот звездочка ptr равно 8 вот что здесь будет происходить давайте теперь разберем но не с нуля там хорошо с 10 то есть надо понимать что во первых во первых все зависит от того какое окружение у вас загружена правильно то есть несмотря на то что вы можете вот верхняя строчка вы можете сконструировать любой адрес правильно но тут имелось ввиду ptr я просто так нормально правильно спасибо вот то есть вы можете скан сконструировать любой адрес но не любой адрес может отобразиться на вот с этой схемы на физическую страницу могут отобразиться только те адреса которые вот ну как вы сказали да у которых вот эта штука она как бы равна нулю половинка да 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 ну вот еще раз я хочу чтобы вы не путали вот такую вещь что вот этот offset мы все время вокруг этого крутимся как бы это так вот как бы застолбить на этом да вот в программе у вас offset может быть любым еще раз да вот но не может нет такого взять offset сюда подставить потому что как минимум это структура больше по длине чем вот это это разные адреса вы пытаетесь думать что вот это один тот же нет вот тут еще нет он используется для вычисления вот этого да в тривиальном случае от него отпиливаются там кусочки да но вопрос что что остальные адреса обозначают они не валидны правильно правильно то есть вот эта вся механика она на самом деле определяет границы адреса адресного пространства давайте почему регистр все это число вы подождите с точки зрения пользовательской программы вы не можете понять куда вы обратитесь вы не можете управлять какому физическому адресу вы обратитесь что такое использую надо понять вы понимаете вот вам вам в программном вашем окружении обычно доступен offset ну хорошо допустим вы там меняете себе себе значение селектора но откуда-то вы узнали допустим структуру вашей лдт как ну гдт давай это все это число это пойнта указатель вот вот она в сет замедленно сейчас мы к этому давайте я тут уже вот очень сильно выбиваясь из графика замедленно работает медленно работает очень медленно сейчас сейчас все будет почти так дальше поехали но это мы сказали ну давайте это я пропущу это понятно это вот мы начали с вами вот это обсуждать да not present там и так далее а это protected ну хорошо давайте считать что механизмы защиты я вам не рассказывал может быть мы это потом вот она вот ответ на этот вопрос гдт или лдт наконец-то сегмент селектор если там содержится битик 21 то мы берем из гдт если 0 то лишь как-то наоборот да если 1 то из лдт да я думаю что имеете ну вот про сегментные сейчас это что такое это у нас сегмент селектор да ну наугад но все равно вас прав не будет туда ну давайте это проверим я вот сейчас сказал что да но я не уверен но мне кажется что да то есть вот к лдт вы точно не можете обратиться гдт точно не можете а вот к сегменту вернее к сегментному регистру можете почему нет ну просто если вы какой-то туда мусор положите ну к чему это приведет хорошо вы попытаетесь обратиться к какому-нибудь гдт это буду показывать на какую-то табличку которая не в вашей памяти ну чего-нибудь будет там плохо еще пить пол нет он угадал 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 и он угадал да значит то есть вы через гдт пытаетесь там куда-то сходить до в общем нарисовать во первых проверить можно ли загрузить этот ну я думаю что можно окей так это пропустим магии пропустим да тут это про спрятанную часть да вот visible part это сегмент селектор да это в ту в ту же оперу а вот это invisible вы в процессе это не видите и не знаете вот это все hidden part base адрес лимит access information этого у вас нет то есть если вы магически вот как-то там сообразили но я не знаю это вам чуть не хватит так вот descriptor сегмента как выглядит сегмент то есть то что находится в таблице гдт или лдт структура данных вот она такого размера это 32 байта каких-то вернее это не 32 это две записи ну как бы 64 до 15 до 0 15 00 но убиты 15 до нулевого смотрите вот базовый адрес от 15 до нулевого базовый адрес от 23 до 16 базовый адрес от 31 до 24 а я думаю что непонятно я думаю что вот это вот магия выросла здесь оттуда пока адресное пространство увеличивалось они туда обсунули потом туда обсунули потом туда обсунули вот такая в 64 разрядной системе там еще более фантастическое да так что архитектура intel она выходит на новый итог развития ну давайте я не буду так сказать здесь вот сильно значит рассказывать вам про это вы можете это действительно почитать пейджинг а вот про пейджинг скажу только тут даже у меня было где-то картинка как бы как бы как бы как бы да может и не да да вот это мы рассмотрели это виртуальный адрес вот это виртуальный адрес до виртуально вернее виртуальная память до адресация в режиме виртуальной памяти узнаете картинку та же самая да а вот теперь что делать если памяти больше а можно вот так делать 3122 это указатель на каталог у таких страниц по 4 мегабайт то есть вот мне пожалуйста я могу 4 мегабайтные страницы адресовать это правильно это если я хочу использовать страницы большого размера это для чего используется например ну а вот по смыслу когда много памяти чтобы меньше поменьше свопить да потому что допустим большие массивы там но это на самом деле один из возможных вариантов использования вот этого механизма трансляции да вот вам cr3 вот а вот еще cr3 вот кстати называется регистр page directory что-то там то есть это вот как раз регистр для безда для вот этих вот таблиц каталогов это гранулярность значит ей можно управлять как минимум когда вы входите в защищенный режим это во первых во вторых что у вас процессор это поддерживал то есть это не все процессоры поддерживают да ну какое-то там расширение там даже где-то написано вот пае и псе да то есть что вы увеличиваете индекс на странице либо аффсеты но тут что-то вы почитаете в этом самом это я пропущу и теперь провод последний слайд до под завязку я даже почти уложился во время вот эта картинка я вам напоминаю я вам ее уже приводил это типа архитектура core и так далее помните ну корс мысли семейства да я говорил что здесь уже появляется микро архитектура здесь уже есть кидулер какой-то да помните зачем компьютер нужен чем он занимается процессор какие три вещи он делает читает память считает и кладет в память обратно да да вот здесь вот он вот это вот этот самый как бы pipeline его команд даче он там делает вот он читает instruction q decode там что-то там делает да значит вот а вот у него есть два блока которые занимаются чтением и записью специально да вот планировщик планирует разные вычисления там да и запись так вот здесь вот было написано я про так корявно рисовал ну ладно здесь написано dtlb до тлб это вот такой translation look aside buffer что это такое это ассоциативный массив который отображает адреса страниц физические адреса чтобы не заниматься вычислениями говорят что скорость ну если в кэш но это еще на страничный кэш называется если как бы в кэш попадает значение да то тогда это быстро сразу у нас есть адрес если в кэш не попадает то операция трансляции занимается там чуть ли не под сто раз дольше чем да ну 50 раз наверное я так моя оценка да вот всем вот этим но есть одна проблема когда меняются задачи тлб ну очевидно сбрасывается да это значит что при переключении задач у вас придется обращение к памяти сразу резко замедляется поэтому что делают да да его сохраняют вместе с контекстом помните играл состояние процессора но оказывается еще сохраняют иногда и кэш страничный для того чтобы сразу работать да знаете я не могу что такое статический сейчас подождите это вообще нет это это вообще железная штука я как-то ну какой-то это надо смотреть в спецификации на процессор они разные просто вот ну вот видите здесь l1 кэш да то есть это ну вот кэш 1 уровень какого размера бывает но он совмещен да здесь командой плюс тлб вот но еще иногда делают многоуровневые тлб это я вот вычитал в мануале вчера но я честно говоря ни разу не видел что такое можете посмотреть подведем итог итог состоит из трех пунктов пункт номер один управление памятью в современных процессорах сложно но это того стоит значит программист имеет доступ к способу управления или способу разметки памяти в момент загрузки или перехода в защищенный режим значит после перехода в защищенный режим прикладные задачи имеют ограниченные возможности соответствии с теми табличками которые с ними проассоциированы да ну то есть пользовательский кода операционная система использует тот же механизм но у нее есть такие дескрипторы которые описывают там всю память вопросы но страница вот это и вот это да значит смотрите здесь какая идея если бы у нас вот этого не было уровня да мы бы тогда должны были все таблицы все страницы запихать сюда правильно но вот эта таблица тогда бы сильно выросла правильно но эту таблицу мы же не можем на диск сбросить но если мы ее сбросим как мы будем определять страница в памяти или нет если она сама таблица которая нам об этом говорит не в память да но это когда большой когда у нас достаточно много памяти да мы делаем либо большую таблицу страниц правильно правильно нет еще раз вот мы таблицу страниц каталогов страниц не можем сбросить на диск но как мы сбросим на диск страницы сбрасываются но это таблица тоже где-то хранится тоже в какой-то странице правильно тоже где-то в памяти она занимает ровно страницу а если она занимает больше страницы тогда я не понял какой она странице находится в той которая в памяти ли то который не в памяти а как определить определить можно глянув в эту таблицу как не глянуть если мы не знаем часть из нее в памяти или нет нет вообще смотрите еще раз да вот мы всю память поделили на равные страницы мы где-то должны сохранить информацию о том страница в памяти или нет страницу нас довольно много да поэтому если мы все страницы поместим в таблицу которую будем хранить в памяти мы пол памяти сожрем авто остальные пол памяти опишем да поэтому мы сделали так мы будем описывать не страницы в памяти а пачки да вот тогда мы можем как бы ну как бы мы просто половину этой таблицы как-то сбросили да мы вот это же тоже начинается в странице в какой-то тоже страница это тоже страница да сейчас мы сбрасываем страницы а что в них записано это другой вопрос вот эту таблицу она у нас есть одна памяти до для того чтобы определить есть страница в памяти или нет мы можем здесь посмотреть если во первых вот эта страница чтобы определить та страница про которую мы спрашиваем в памяти или нет то есть мы можем часть информации сбросить на диск не храня всю ее весь каталог страниц памяти это вопрос просто знаете баланса сколько в памяти держать сколько не в памяти вот и все да да это точно так же наверное ну можно посчитать просто я думаю что в кэше процессора нет страниц там как-то по-другому там кэшлайн и какие-то это по-другому немножко устроен там нет там нет такой адресации нет подождите еще раз слова страница кэшу как-то неприменимо сейчас давайте по одному какой объем идет в кэш процессора при считывании одного байта сейчас 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 про кэш значит я вам вот что скажу есть кэшлайн и так называемые да это единиц это минимальная но знаете вот есть блочные устройства не блоками все хранят а есть кэш он хранится кэшлайнами то есть в кэш нельзя по байту положить можно кэшлайн но сколько то там 128 байт или но зависит от архитектуры сколько кэшлайнов много тут как бы с одной стороны хорошо с другой стороны плохо да чтобы что-то вытеснить то только целый кэшлайн чтобы что-то за ну дёрте да потому что процессоров если несколько ядер до кэши они распределены надо когерентность держит тогда кэшлайн надо синхронизировать ну как то так но это там википедия